Германия это Германия, извините, вот, она имеет значение, несмотря ни на что, она имеет значение, хотя бы потому, что, ну, есть огромный вклад Германии в человеческую культуру и человеческую традицию в этом смысле, в большом смысле слова традицию, вот, поэтому торопиться так хоронить ее не надо, Да, да, что отстаивает Александр Сосновский, ну, а я для того, чтобы у нас был спор и диалектика какая-то в разговоре, говорю, что идет Германия по краю пропасти, вот, и одной ногой уже в ней находится, но действительно, на одной ноге, может быть, еще и устоит, и вдруг там деоккупация произойдет, тем более, что не могу, Саш, и сейчас передам тебе слово, не начать с важной новости последних минут, Ну, подтверждает, подтверждает Кремль визит председателя Си Цзиньпиня в Москву 20-22 марта сего года, двухдневный визит, это двухдневный, это серьезно, это тебе не однодневный. Я сейчас немножко шучу, но кто понимает, так сказать, в дипломатии, ну, может сказать, что это не шутка, да, это разница между двухдневным и однодневным визитом всегда очень большая, очень существенная. Ну, и понятно, что будет весь широчайший круг вопросов стратегического сотрудничества, так что будем ждать, будем следить, и вот здесь хочется задать вопрос, ну, а что там Шульц? Шульц. Германия все больше и больше показывает вот самую, пожалуй, неприятную черту своего такого внутреннего, есть такое понятие внешний, внутренний характер, вот внутреннего характера. Они сами это знают, они сами понимают, что есть такая вот неприятная черта, которую очень много вносит вот в раздоры со своими соседями, с другими странами. Эта черта называется желание быть старшим преподавателем. Оберлера, есть такое понятие, то есть немцы считают, они это знают, что у них такое есть, они очень любят других учить. И падая вообще, опускаясь до самого дна и чуть-чуть потом приподнимаясь, они вдруг начинают, возвращаются к этой идее, а все-таки мы знаем больше, мы понимаем лучше. И поэтому мы имеем право других поучить. И вот здесь, вот вчера практически произошел слон такой традиции, вчера был Нетаньяхо в Израиле. И вдруг Германия решила поучить Израиль. Ну, я не знаю, насколько наши зрители понимают ситуацию, в Германии и Израиле особые отношения. Германия все время говорит, у нас особая ответственность. Принято, что Германия практически не критикует Израиль. Принято, что Германия старается избегать каких-то сложностей в разных там вопросах, не лезть в дела Израиля. И вдруг, вчера, визитник Нетаньяхо, ну, ты знаешь, что в Израиле проходит реформа Верховного Суда. По мнению президента Израиля, это поставило Израиль на грани гражданской войны. Да. А, ну, когда об этом говорит президент Израиля, это одно. Когда немецкая пресса и президент, канцлер Шольц говорят, ну, вот, как бы это может сдвинуть Израиль в сторону правого радикализма. Знаешь, я даже так вздрагиваю, потому что Германия тем самым ломает табу многолетнее. Германия, которая попытается обвинить Израиль. Я сейчас вообще не беру внутренние отношения Израиля, не обсуждаю эту реформу, это не моя тема. Моя тема, это другая. Как к этому относится Германия? И вот то, что Германия сегодня попыталась влезть, фактически влезть во внутренние дела Израиля. И Шольц, как пишет немецкая пресса, Нетаньяху откровенно, они говорят так, он откровенно ему сказал, нам это не нравится. Это отход от демократии, это нарушение каких-то правил. Мы очень боимся, что таким образом правый радикализм получит свое место в Израиле. Я ужаснулся. Я ужаснулся, потому что мне это очень напомнило. Ну, плохое, наверное, сравнение, но напомнило, как Шольц заявил о том, что мы теперь, у нас другая эпоха. Старое время закончилось, мы повернулись, и мы теперь уже по отношению к России... Не надо ставить вопросы об исторической вине. Вот, ты сказал совершенно верное слово, историческая вина. Вот историческая вина перед Израилем у Германии, она, как всегда говорили, она неискупаемая. То есть она будет вечно продолжаться. Я на самом деле думаю, что не вечно, пройдет еще какое-то время, и все это сойдет, наверное, на нет. Останутся какие-то... Ну, это не мы с тобой сказали, все проходит, и это пройдет. Да, да, это, кстати, я сказал. Да, именно тот самый человек, который относится к народу Израиля. Да, поэтому, в общем-то, в этом произойдет. И вот эта проблема вечная немецкая, и вот то, что сейчас Германия пытается говорить со всеми, буквально со всеми, с точки зрения старшего преподавателя, вот это может привести к тому, о чем ты все время говоришь, ту позицию, которую ты отстаиваешь. Германия может внезапно стать не старшим преподавателем, а стать таким ненави... таким конгломератом внутренней ненависти, которую опять все будут ненавидеть, все будут любить, но будут толкать на еще худшие какие-то дела. Вот это страшно. Слушай, я тебе такую вещь скажу, может она прозвучит, может не на нашем с тобой веку, хотя я думаю, что может быть и на нашем, с высокой вероятностью. Германия из земель состоит. И сценарий ее возвращения в период до середины девятнадцатого века, второй половины девятнадцатого века, ничуть себе не фантастический, Саша. Да? Ничуть себе не фантастический. Вот. И будет много маленьких земель с немецким языком, вот, а править всем будут поляки. Представляешь, как полякам это нравится? А сценарий-то не фантастический. Он реалистический. Он реалистический. Я просто думаю, что если этот сценарий начнет, придет к стадии, в стадию реализации, то нас ждут очень большие потрясения. Нас, я имею в виду Германию, очень большие потрясения, потому что, с одной стороны, я не могу не подтвердить то, что ты говоришь. Да, есть такие желания, есть такие стремления, и даже если об этом сейчас не говорят на высшем уровне, я очень сомневаюсь, что среди многих людей, политиков, там, в той же самой Баварии или в Саксонии, не возникают иногда мысли. Так, слушай, вот поправь меня. На высшем уровне, по-моему, не говорят о том, что есть оси и веси. Ну, это не... А политично рассуждаешь? А политично? Так невозможно говорить. Нельзя говорить, да? Ну, конечно, ну что ты. Вот, а ты говоришь про земли. Они не могут признать факт, который знает вся Германия. Вот вся Германия знает, что оси и веси существуют. И они разные. Они не просто существуют, ведь есть... А говорить об этом нельзя. Восточные получают пенсию поменьше. Да. А западные платят налог солидарности, так называемый, для того, чтобы оплачивать пенсию восточным. Поэтому там много есть таких моментов, там, арендная плата в восточной Германии, она поменьше, в западной Германии она побольше. А иногда бывает наоборот. Оси и веси, они всегда были, они существуют. Но о чем мы будем говорить о оси и веси, если, в принципе, взаимоотношения, скажем, баварца и человека из Нижней Саксонии, они совсем не так... Каждый из них знает, я баварец, а я вот из Кёльна, или я из Ганновера. У меня... А Гамбург отдельный. Гамбург, да, вообще отдельный город, свободный. Вольный. Вольный город, да. А если мы возьмем Берлин, то в Берлине есть... Селедка там хорошая. Ну, там не только селедка хорошая. Там, там, самое хорошее, знаешь, что там, вот если покупать? Камбала майская. Да. Камбала майскую, которую раньше ездили в восточном, восточная Германия, это был такой, и есть такой город Висмар. Можно было, и сейчас еще можно поехать туда. Обычно на выходные дни, вот в мае, туда приходят маленькие суда. Я думаю, сейчас их уже нет, уже все это, вот время, знаешь, мелкого предпринимателя закончилось. Можно было прийти туда и задешево купить майскую камбалу. Рассказать рецепт приготовления камбала? Ну, да в другой программе, Саша, в другой программе. Мне очень интересно, потом я не завтракал, это знаешь, это все опасно. Давай еще чуть-чуть отвлечемся. Давай. Но мы отвлечемся, вот с одной стороны, одна рамка, это Китай, и с тем, что произошло на Ближнем Востоке, и сейчас председатель Си Цзиньпинь сюда приезжает. А другая рамка, она с другой стороны, и связана, извини меня, вот с этим беспилотником. Потому что, ну вот, только глухой, конечно, может не увидеть и не услышать, вот, как произошло перерождение бензоколонки разорванной клочья в великую державу. Я думаю, что между двумя великими державами всегда должно быть все, они должны быть образцом выдержанности и транспарентности. Великие державы. Вот, это Соединенные Штаты и Россия. По словам министра обороны Соединенных Штатов. А глава начальников штабов, комитета начальников штабов, сказал, ну а что тут, давайте не обращать внимания. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Дело житейское. Пойдем дальше. Вот, в принципе, должны же как-то обратить на это внимание в Германии. Нет? Не могут? Могут, но не хотят. Не хотят по нескольким причинам. Есть в Германии опасения, конечно, что на этом Восточном фронте, не на Западном, а на Восточном фронте, Германия и будет той страной, которая первая начнет боевые действия с Россией. И здесь возникает, возникают ощущения, куда же идем и куда все это направляется из Соединенных Штатов Америки. Вот я здесь скажу два события, которые никак внешне не связаны друг с другом, но они связаны. Это вчерашнее заявление о том, что Польша начинает поставку МиГ-29 и беспилотник, который случайно, там, я не знаю, зацепился своим крылом за поверхность моря и утонул. Есть такая версия, мне кажется, в ней есть нечто интересное, что Соединенные Штаты Америки хотели бы при помощи вот подобного рода провокационных действий проиграть, провести такую деловую игру о возможности применения пятой статьи устава НАТО и таким образом определить лояльность тех членов НАТО, которые сейчас еще воздерживаются от каких-то действий. Ведь смотри, им ничего не стоит, судя из их логики сегодняшней, ничего не стоит объявить, что беспилотник это нападение на страну НАТО. А МиГ-29, который Польша посылает на Украину, собирается посылать, я уже сегодня читал, что будет их не 4, а будет порядка 30 вместе с другими странами, а может быть, наверное, еще больше. Понятно, что это вызовет определенную реакцию России. Это тоже лакмусовая бумажка проверки, а можно ли использовать пятую статью НАТО? И вот здесь для Соединенных Штатов Америки может быть интерес в том, чтобы понять, если это так, во-первых, а, мы выявим тех, кто откалывается и тех, кто хочет уйти, а во-вторых, если они и не откалываются, то мы их таким образом к тебе еще и притянем и фактически заранее заставим их быть в нашем строю. И вот в этом плане Германия должна будет стать тем ударным кулаком, который должен будет в случае вот этой пятой статьи НАТО, использования пятой статьи НАТО, быть использованным. Это такая версия, она очень тонкая, она сделана такая, знаешь, вот шита, что называется, таким наружным швом. Но она существует, и нельзя от нее отказываться, потому что, может быть, она действительно, может быть, смысл именно так, может быть, они и провоцировали Россию своим беспилотникам именно для того, чтобы создать такой прецедент? Не думаю, не думаю. Вот, не думаю. Они с этим беспилотником, это просто некоторая, ну, так сказать, наглость, за которую мы решили, которую мы решили укоротить. Особенно после Б-52 в Балтийском море, да, имитацией ядерной атаки на Санкт-Петербург. Вот для меня вот это связано. А то, что ты обсуждаешь, что я бы вот эту версию чуть-чуть в другую сторону повернул. Не от беспилотника, а по поводу пятой статьи. Я убежден, что у американцев другая головная боль. Как бы, когда, например, Германия будет брошена в топку Европейской войны, как ты и говоришь, этот план точно есть. И здесь мы с тобой совпадаем. А дальше пункт два, ровно обратный тому, что ты обсуждаешь, с моей точки зрения. Как бы Америке отвертеться от пятой статьи НАТО, когда Германия, Польша, ну, будут брошены в топку войны. Так мы с тобой едины, я об этом как раз и говорю. Они Германию хотят вытолкнуть. Да, но защищать Германию по пятой статье и сражаться в войне Америка не собирается. Вот если Германию удастся затолкать туда, это первая часть задачи. Вторая часть задачи, чтобы Германия сама там сражалась. А Америка, ну, на войну не должна ходить. До поры до времени, ну, они сами будут определять до какого. И вот это надо решить. Я думаю, что ты прав абсолютно. Пятая статья в эту сторону не работала. Потому что, понимаешь, я уже говорил, что вступление Польши и Прибалтики в НАТО, американцы уже 500 тысяч раз пожалели, что они их приняли. Потому что если бы они были не в НАТО, они бы уже все сражались на Украине. Парты, румыны, поляки, Прибалты. Если бы не были в НАТО, уже все воевали бы на Украине. Когда же они их принимали, у них же идея была одна только. Отодвинуть границы как можно дальше на восток. Они это сделали, они другое не просчитывали. Теперь ситуация изменилась. Когда они их принимали, была другая ситуация. Другая, я доведу даже твою мысль, даже предметно отвечу, почему другая. Они готовились к оккупации России. Они придвигались к границе, что в момент Х, когда в России начнется разворот и шатание, вот оно прямо быстренько, вот, НАТОвские оккупационные силы идут наводить порядок в помирающей России. А вышло-то вон оно как. Да, 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 да. Как там было про старика Ромо Альдыша? Понюхал старика Ромо Альдыша. И заколдобился. Заколдобился, да. Вот так точно произошло и у американцев. Скажи, пожалуйста, у нас есть две минуты, возвращаясь к Германии. Время летит, когда интересный разговор, просто не замечаешь, как. Скажи, пожалуйста, как тогда оформляется вот эта позиция, которую мы с тобой обсуждали? Сара Вагенкнехт, новая партия и так далее. Что там происходит? Да, Сара уже заявила, что она пойдет таким длинным путем к новой партии. Для начала она будет баллотироваться в 2025 году в Европарламент. Это как предварительный такой этап, на котором она рассчитывает получить несколько голосов и несколько мандатов в Европарламенте. Будет создана такая партия мира, как она будет называться, еще пока неизвестно. После 2025 года, в следующем году будут выборы в Бундестаг, и она уже пойдет, опираясь на Европарламент, пойдет в Бундестаг со своей новой партией. У нее есть шансы. Прогнозируется, что она может вполне приблизиться даже к 10-процентной границе, забрав часть голосов у левых, забрав часть голосов у правых. Но, знаешь, есть такое правило у немцев, они говорят, кто рано высовывается из форточки, тот рано раньше погибает. Поэтому как-то она слишком рано выскочила с этой идеи. За это время ее еще могут и компроматом задавить, да и все что угодно может произойти. Тут спешить, а вот спешить нельзя. Торопиться не надо. Вы должны вернуть обществу полноценного гражданина. Торопиться не надо. Понятно, ну посмотрим, что... Ну а вот кроме нее все остальное выжженное изделие. Да нет, абсолютно никого нет. Абсолютно. Она единственная такая надежда, причем очень слабая. Более того, еще неизвестно, это будет к добру или не к добру. Потому что она может разрушить сегодняшнюю оппозицию, создав вместо двух более-менее сильных партий, три партии такого средненького уровня, которые едва-едва будут переходить 5-процентную границу. Ты имеешь в виду АДГ, Левых и плюс, возможно, Третья, да? И плюс, возможно, Третья, да. Ну да, конечно, объединить АДГ и Левых, вот это была бы бомба. Они во многом сходятся, то есть левые от правых, и правые от левых, они во многом, их позиции одинаковые. Но название им мешает, понимаешь? Правая партия и левая. Как же они будут объединяться? Да очень просто, разницы-то между ними нет, только в названии. Ты произнес страшную вещь. Ну так это главный секрет современной политики, Саша.